Ремонт учебе не помеха. Перед началом работы руководство школы и комитет по образованию продумали все до мелочей. А как иначе? Ведь капитального ремонта здесь ждали десятилетиями. После выделения средств по федеральной программе модернизации системы образования, а всего на эти цели в Барнауле в этом году потратят 227 миллионов рублей, оставалось освободить помещение. Мы вот буквально за очень короткий срок успели там всю школу освободить для ремонта. Сегодня уже зашла строительная бригада в составе 17 человек. К слову, третьему лицею повезло, ведь по соседству с ними находится городской детско-юношеский центр. Так что менять свой привычный график ни педагогам, ни учащимся по сути не пришлось. Потребовалось провести лишь небольшой косметический ремонт и заменить оконные блоки. Нашли, где на время ремонта разместить и коллективы других школ – 48-й, а также кадетской. Что касается Барнаусьской кадетской школы, то она у нас имеет два корпуса. Один корпус находится в ремонте, соответственно, во втором корпусе дети размещаются. Там организован учебный процесс, организовано питание. Сложнее всего было решить, где будут учиться ребята из 48-й. Ведь рядом с этой школой учебных заведений нет, поэтому прорабатывался вопрос доставки школьников. Теперь учеников начальных классов на автобусах везут в первую школу, среднего звена в 86-й лицей, а старшеклассники ходят пешком до детского экологического центра. За каждым автобусом закреплены сопровождающие. Сопровождающие на руках имеют списки детей именно для этого автобуса. Все сопровождающие прошли инструктаж о том, как они должны передвигаться. Ребята 48-й школы приезжают к нам в три потока на автобусах и по очереди проводят уроки. Все с какие-то с какие-то следащие? Первые ребятишки к нам приезжают к 8.30 и уезжают уже последние в 16.30. Ремонт во всех трех барнаульских школах стартовал 1 марта. Завершить его планируют до начала нового учебного года. Правда, директор третьего лицея уверена, что это случится раньше. Но коллектив готов подождать, ведь поменять планируют все коммуникации, системы отопления и водоснабжения, отремонтируют все кабинеты, где появится новое оборудование и новая мебель. Татьяна Голубева, День Столком.